Для того, чтобы проникнуться духом, идеей, понять содержание нашей компании, все-таки необходимо приезжать в наш офис. По какой еще причине? Мы с вами акционеры. Никто не понимает сути акционирования, никто не может понять, что же означает это слово «акционер». Я хочу еще раз остановиться. Много раз я в голосовых сообщениях передавала, почему мы с вами новая форма акционирования партнеров. Я хочу остановиться на таком варианте рассмотрения. Давайте отбросим все то, что мы знаем об акционерных компаниях, акциях, бизнесе, фондах и так далее. Давайте просто взглянем со стороны на идею, которая теперь запатентована нашим президентом, совершенно новая идея социального акционирования и партнерства, многократного, многомиллионного партнерства по миру, которое бы давало равные возможности каждому из нас, невзирая на вид его участия в этом бизнесе. Я дословно, популярно, многократно буду повторять на конференциях, потому что нужно будет останавливаться на этом материале долгое время, длительное время и многократно, чтобы вы поняли концепцию. Новая концепция, как ее заглавил Клаудио Энрике Барак Обама Дузанжуш, почему новая концепция развития бизнеса? Потому что, поставив цель перед собой создать устойчивый, традиционный, физически развивающийся бизнес во многих направлениях, Клаудио не забывал главную цель своей жизни – помогать социальными программами во многих направлениях сообщества, человеческому сообществу для развития в различных направлениях, различных видов деятельности помогать. При этом давать возможность финансово извинить свою жизнь в лучшую сторону большому количеству партнеров, кто эту концепцию принимает. Причем без конца в нашем динамически развивающемся мире давать возможность внедрять все разработки новшества, инновационные идеи, внедрять производство и использовать эти инновационные идеи для получения доходного фонда для всех инвесторов, которые хотели бы зарабатывать деньги просто на своих инвестициях. Совместить все это было непросто. Я хочу сказать, что в ближайшее время мы получаем перевод, буквально на этой неделе, его биографии. Там 81 страница. Я всем рекомендую прочитать ее, выучить ее, понимать ее. Почему дословно? Потому что именно биография этого человека дает понимание, что все то, о чем мы сегодня говорим, это реальность. Это абсолютная реальность. Это не сказки Венского леса и не россказни Деда Мазая. На сегодняшний момент мы действительно получили человека с большой буквы, мы получили президента, который прошел путь. Индийский фильм мы знаем, да, «Миллионер из трущоба», «Миллионер из трущоба». Так вот, мы получили путь именно человека, который этот путь прошел сам. И на сегодняшний день о нем можно так сказать. Человек, который, родившись в самом, в общем-то, в нищей семье, в самом бедном штате Бразилии, на сегодняшний день, биографию его вы это все прочтете, является и сопредседателем, и сопрезидентом, и вице-президентом многих международных социально-общественных организаций. Это политический деятель, который в своей жизни, ну, сейчас мы уже знаем, уже я говорила, что он номинант Нобелевской премии по «Человек мира», по именно борьбе за мир. Например, номинант до 31 января была подана заявка, в октябре вручение. Нет никакого сомнения в том, что именно он в этом году ее получит. Почему? Потому что, ну, вот тут послужной список, который его привел к этой премии сейчас, плюс вот номинант, он был премией «Принцессы Аустриэз». «Аустриэз», господи, по-русски уже не скажу. «Испанская принцесса, которая номинирует свою премию для политических, общественных деятелей, людей, которые достигают за текущий год определенных успехов в своей области. Вот он ее получил. Поэтому все то, что проходило за последний период в его жизни, это все, конечно, достижения человека широко образованного, грамотно воспитанного в плане построения своей жизни, своего бизнеса и развития своего бизнеса в международном масштабе. Вы видите его образование, это не сказки, это абсолютно подтвержденные документально его заслуги в области образования и деятельности в мире. Начиная свою трудовую деятельность с 14 лет, он развился в предпринимателя, бизнесмена широкого профиля, который свою сферу интересов определяет прежде всего интересами человечества, то есть нашими словами. Не глобально человечество, а конкретно, по конкретной стране, по конкретному виду деятельности, по конкретному региону, судьбой определенного вида, ну, я не знаю, социальной организации, то есть, допустим, животноводство в определенном регионе своей страны, либо сельское хозяйство в каком-то штате своей страны, либо организация какой-либо платформы для улучшения обслуживания какого-либо производства, либо создания оператора телекоммуникации, который был бы доступен глобальному количеству пользователей. Почему? Потому что созданная им технология, которая используется во всем мире операторами телекоммуникации, позволяет ему, получая минуты за роялти свои, за ежемесячное обслуживание, эти минуты распространять через своего телеоператора по всему миру и удешевить этот вид связи для огромного количества людей. Очень много можно по этому вопросу говорить. Глобально нужно сказать, что действительно человек с большой буквы, человек, который пришел, чтобы изменить мир. Если каждый из нас, проживающих в этом мире, захочет идти с ним в этой новой концепции и менять свою жизнь. Именно поэтому, когда мы получаем на сегодня новую концепцию развития социального бизнеса, человек создавал свой бизнес не для того, чтобы бизнес для бизнеса работал, для того, чтобы, имея грандиозную платформу, теперь уже саморазвивающуюся, самосовершенствующуюся, принести ее в некий закрытый социальный клуб. Почему так? Потому что на протяжении всей своей жизни 20% от своих доходов по всем видам деятельности этот человек определял по социальным программам, конкретизированным, серьезным, начиная от Красного Креста до различных компаний помощи животным, детям, старикам, пенсионерам, пострадавшим от стихийных бедствий и так далее. Говорить можно долго. Этого материала очень много. Непонятно, почему Барак Обама поймет из биографии. То есть на сегодняшний момент очень важно каждому из нас понимать, какого человек стоит во главе нашей компании, куда нас с вами пригласили. Поэтому разговоры о том, что что-либо не так, недоволен, не нравится, либо любой хайп лучше работает, пожалуйста, я больше об этом слышать не хочу. И еще один момент, который хочу огласить сегодня. Компания стартовала. Я много раз обещала, с момента старта компании я распускаю чат. Формирую теперь чат заново. Лидерский чат должен быть лидерским. И все лидеры сделают то же самое. Почему? Если мы с вами пришли работать, давайте изучать материал, давайте вникать во все то, что на сегодня нас сплотило, объединило и двинуло к единой цели. И давайте позитивно использовать это онлайн пространство для того, чтобы напитываться материалом, изучать тему и иметь возможность развиваться в этой среде. Итак, Клаудио Генрик Барак Обама Дусанджуш. Это полное его имя. Человек, который является президентом нашей компании, который, принеся свои идеи для формирования в едином составе, создал, организовал платформу, которую назвал Феникс. Платформа Феникс у нас, это деталь Феникса, я сейчас презентацию полную открою, вы поймете, здесь более-менее крупными буквами расписано, что именно в ходе детализирован Феникс. Феникс у нас, это платформа, которая зарегистрирована в Дубай, имеет своим подразделением на сегодня уже 16 компаний, 16, еще неделю назад их было 13. Помните, я сказала, что саморазвивающийся организм. Почему так? Потому что, привлекая к партнерству все новые и новые направления экономики, бизнеса, науки, получается, у нас создается сотрудничество с новыми направлениями, открываются новые компании, присоединяются новые подразделения в холдинг, которые нам с вами, как акционерам, дают возможность от их деятельности получать прибыль по акциям один раз в год по истечении календарного года, как акционерам. И участвовать на нашей платформе, в нашем бизнесе мы можем четырьмя вариантами, четыре способа. Все это будет в подробностях изложено в новой презентации, гораздо проще будет говорить. Сейчас я просто вам даю канву понимания бизнеса, который пришел, и уже на сегодняшний день он работает. Я могу, как сетевик, как партнер по MLM структурам, я могу просто купить пакет. Это моя доля участия в акционировании и участия в моем псих-подразделении, псих-приваду Social Club Investment. Это необходимое первое звено, которое и открывает нам возможности получения доходов от всех этих компаний. Поэтому, когда я по приглашению своего партнера становлюсь участником клуба, партнером клуба, я тут же превращаюсь в акционера. Почему? Потому что наш президент объявил, что первый год нашей деятельности, это вот та база физическая, которая приготовлена для доходности по акциям, она готова обслужить один миллион партнеров. Будет ли расширяться? Будет. Почему? Да потому что на второй миллион, извините, нужно большее количество компаний, чтобы участвовали в этой конфигурации линии доходности. Поэтому они будут без конца прирастать. Как вчера сказал Мигел Гомыш на заданный вопрос нашими партнерами-рессиянами, задали вопрос, хорошо, но когда мы получим окончательный вариант вида нашей компании? Никогда, он ответил, потому что наша компания прирастать будет ежемесячно, еженедельно, новыми видами доходности, новым развитием бизнеса, новым привлечением каких-то консалдинговых услуг в других направлениях. Поэтому на сегодняшний день объявлены один миллион партнеров-акционеров. Это обоснованный расчет математический, их обслуживание, их доходности через анализ, глубокий анализ доходности каждого из предприятий. И без наличия регистрационного, зарегистрированного в Дубае подразделения ПСИК не было бы возможности в легальном поле вообще рассуждать об акционировании, да еще и в новой форме. То есть мы получаем с вами доход по акции по законченному календарному году в обязательном порядке, как все акционеры. При этом, покупая пакет, это номер один форма участия в акционировании, участия в Клубе ПСИК. Покупая пакет, мы с вами получаем дополнительный доход в виде пассивного дохода по акциям, в том числе от суммы своей инвестиции. То есть мы участвуем вместе с компанией. В развитии нашей линейки производства. То есть мы инвестируем в определенное производство. И в зависимости от нашей инвестиции, суммы инвестиций, мы получаем наш доход ежемесячный. Кроме этого, если я не хочу участвовать в маркетинге, ну, другие у меня намерения, я просто имею деньги, я хочу развиваться вместе с компанией, я хочу стать ее акционером, я имею возможность инвестировать на контрактной основе свыше 35 тысяч долларов, единожды внесенные контрактами, становимся акционером. Это уже договоренность с компанией на получение моих доходов. Кроме того, бесконечные инновационные разработки в области криптографии, мы поговорим чуть позже о том, что мы имеем уже на сегодня, что будет выходить каждую полугода. То есть мы имеем возможность инвестировать и на контрактной основе покупать монеты. Покупая монеты, мы сможем на этот вид инвестиций стать акционером компании. Там отдельная доходность совершенно другая. И четвертый вид акционирования партнеров, то есть сотрудничества с компанией в виде кофундадор, в виде соучредителя акционерного общества нашего. Это работа с e-commerce. Купив участие 47 долларов, участие для того, чтобы получить онлайн, свой кабинет, мы получаем возможность доступа через кабинет к огромному потенциалу нашего e-commerce. Более полутора миллионов продуктов. Вот вчера, когда нам показали это, мы вчера видели наш кабинет полностью, нам показали все функции, мы увидели доступ к платформе от машин до таблеток. Ну что хотите. То есть такой широкий профиль, такое количество продуктов, которые уже имеют место быть на нашем носителе, онлайн-носителе, кроме всего прочего, мы имеем собственное производство, мы имеем собственные продукты, которые учитываются по другому виду доходности, и бесконечно расширяющиеся партнерства в этой области. То есть присоединяются и присоединяются компании для того, чтобы участвовать в этом новом виде акционирования бизнеса, которое позволяет зарабатывать всем. очень грамотный маркетинг. Поэтому на сегодняшний день наш Phoenix Holding – это организация нового типа, это организация, партнерская организация, которая дает возможность на годы сформировать свою доходную часть, используя только грамотно, многолетний построенный бизнес, дающий на протяжении десятилетий доход стабильный, растущий. Почему? Потому что организован грамотным человеком, профессионалом в своей области, человеком, который, сочетая свои качества, распространяет опыт своих партнеров на создании бизнеса и всегда участвует и создает партнерство с теми профессионалами, которые отвечают основным принципам, на которых он строит бизнес. Прозрачность, суперлегальность. Почему суперлегальность? Только по букве закона в легальном поле. И самое главное, забота о каждом из партнеров и доступность отчетности для каждого партнера с абсолютной доходчивостью ее пояснений и от независимых аудиторов. Именно поэтому и наш холдинг на сегодня получает возможность для каждого акционера, уже объявлена была эта программа, я еще раз ее повторю, что участвуя в нашей компании, мы как акционеры имеем возможность в любой момент, приехав в офис, попросить информацию о любом виде деятельности. Нам ее предоставляют. Вчера мы внепланово приехали в офис, потому что, я уже боялась предупреждать, у нас сейчас команда за командой приезжает сюда, и русскоязычной команде уделяется времени, конечно, ну очень большой период времени, дневной. Почему? Потому что меняются люди, нас много, меняются люди, разные команды. Я прошу всегда нашего исполнительного директора дать нам информацию. Вчера мы никому уже не ставили в известность, потому что только уехала одна команда, приехала другая, мы просто приехали в офис, и, проходя мимо, Мигел Гомыш увидел очередную русскоязычную команду новых людей, попросила зайти на 10 минут, он зашел на 2 часа, и мы получили полный, абсолютно полный доступный материал по видам деятельности, по компании, по создателям, и самое главное, по новому бык-офису, по возможностям и по новым компаниям, которые присоединились за эти последние 3 дня. То есть любой из акционеров, приехав в офис, назначив время встречи, имеет полную вероятность и возможность получить комплектную информацию. Самое интересное, что все команды, кто приезжал, на вопрос нашего директора вопросы есть, у всех взгляд и вопросов нет. Перегруз информации идет настолько, что никто не ожидает этого, все считают, что это очередная какая-то пустышка, которая пришла в очередной раз, чтобы оболванить большое количество людей. Говорю открытым текстом, как есть. Вот приезжая сюда, у людей меняется мировоззрение, меняется на 100%. Люди понимают, что такую глобальную работу, которая проделана, невозможно вообще сделать быстро, но она сделана. Да, нам хотелось бы уже вчера начинать работать и работать максимально быстро, потому что здесь действительно пришел бизнес, который может построить нашу финансовую независимость для каждого из нас на долгие-долгие годы. Поэтому все, что касается прозрачности, легальности, это главная идея нашего президента, работать только в легальном поле, именно этот вариант и устраивает всех нас. Именно в этом варианте мы с вами на сегодня поговорим о нашей компании. Для полного понимания, что же именно себя представляет в части маркетинга, необходимо было поговорить все то, что я вам сказала. Это первая компания в мире, маркетинг которой наряду со всеми разработками, наряду с вайтпепером разработок его криптографических предоставлялся на защиту на базе университета Сау-Паулу для получения протокола о математической точности и легальности действия компании в этом направлении, где присутствовало 535 человек, специалистов в различных областях, потому что очень широкий материал рассматривается от Феникса, учитывая его разностороннюю деятельность и заинтересованность в партнерстве не только в сфере производства, но в сфере научной деятельности. Здесь очень много направлений, поэтому вот эта защита была очень важна. Почему? Еще один нюанс из биографии нашего президента. Да, в Сау-Паулу, да, в Бразилии. Почему там? Учитывая заслуги, социальные, политические, профессиональные заслуги нашего президента 5 лет назад, он не вчера пришел в сетевой маркетинг, 5 лет назад он был приглашен как консультант и руководитель департамента при федеральном правительстве Бразилии для создания рабочей группы по анализу, скажем так, программированию деятельности MLM-компаний в Бразилии для выбора критериев оценки их на случай пирамидальности либо работы в законном сегменте, в законодательной базе. Поэтому разработать такую программу это большая статистика, это большая аналитика, это изучение, глубокое изучение маркетинга всех его видов, работы сетевого бизнеса многолетнего, да, то есть изучение правильных, скажем так, глобальных компаний, которые работают десятилетиями, которые действительно успешно работают, применяя вот инструменты сетевого маркетинга, но необходимо было выработать критерии, по оценке которых компания может быть отнесена к той либо другой категории. На сегодня этот сайт существует, в феврале прошлого года он был принят на законодательной базе, мы знаем, что только в 2018 году регламент по легализации MLM-бизнеса в Бразилии был принят только в прошлом году. В России, наверное, еще этого нет. На сегодняшний момент уже в Аргентине применяется эта техника, и на сегодняшний момент интернациональные команды, которые создаются повсеместно во всех странах для регулировки видов деятельности MLM на законодательной базе, на сегодня применяют этот инструмент. Так вот, его разработчиком, его основателем, его отцом-создателем и был Клаудио Энрик Душанджуш Барак Обама. Поэтому все, что касается работы с MLM-маркетингом, с MLM-структурами, с MLM-бизнесом, это глубокое изучение. Не было практики, как сказал Клаудио, это первая практика, и у нас главный практикан Дисандро Риберал, да, это человек, который этому виду деятельность отдал многие годы и являлся ведущим лидером в серьезных компаниях. Я вам напоминаю, ЛР – это серьезная компания, где годы ее деятельности, «Золотой директор» – это, в общем-то, статус. Помогла она выйти из кризиса нашей компании, она же помогла Клаудио совместно с его усилиями по математическому просчету каждого шага в маркетинге, они помогли создать, я считаю, супердоходный и, вместе с тем, суперустойчивый маркетинг план нашей компании. Поэтому все то, что на сегодня представлено в PowerPoint, во всех наших презентациях, это защищенный на базе экономического факультета Сао-Паула университета маркетинг. То есть это не просто white paper, который защищался по криптографическим разработкам, это не просто концепция, которая была представлена нового вида акционирования по социальным программам определенных компаний, это еще и защита маркетинга. Именно поэтому это очень важно. Вот эта книга «Новая концепция», которая сейчас переводится на русский язык, это книга, с которой начинается наше сотрудничество с компанией, наша регистрация – это не воздух, мы получаем эту книгу, стоит прочесть ее каждому. Доступнейшим языком написана история вообще, почему, зачем мы этим занимаемся, как мы к этому пришли, почему мир изменился навсегда, придя и смирившись с цифровыми технологиями, именно смирившись. Хотим мы этого, альба не хотим, цифровые технологии покоряют мир, они уже зашли в экономику, они зашли в финансы. На сегодняшний момент, наверное, через пять лет, мир будет изменен неузнаваемо именно в этой области. Поэтому стоит прочитать всем, и я хочу сказать, что все то, что там излагается, это все защищалось в официальном порядке. Почему важно так было получение этого протокола на базе университета Сао-Паулу в Бразилии? Почему? Во-первых, он сам бразилец, во-вторых, ему близки нужды бразильцев, и, как говорит Сандра, пройдя под путь от нищего до миллионера, опять будучи бедным и опять зарабатывая деньги, это путь Бразилии, это путь его страны, это путь развития экономики, социальных отношений его страны. Но это и путь развития всех стран латиноамериканского континента, и, как оказалось, и большинство стран в мире. То есть сюда можно отнести и Азию, и Африку, и нас с вами. То есть везде, в принципе, экономические законы, они одинаковы. И, как правило, высокоразвитые страны сегодняшнего мира, это страны, которые тоже проходили этот путь, но в свое время, раньше. Поэтому все, что он делает на сегодня, и создает платформу для развития, это все то, о чем я сказала, что здесь собрано именно партнерство людей, которые вот в этом направлении единомышленники. Почему это важно? Отсекая... У нее было партнерство с другими людьми, очень много, большое количество людей прошло через знакомство с ним, но отсекая вот варианты зарабатывания для зарабатывания и обогащения для обогащения, варианты идеологии людей, которые родились и живут только для этого, он создает новые ценности. Клаудио создал в своей идеологии новые ценности для построения бизнеса. Все и для всех. Построение такого вида партнерства, которое бы позволяло зарабатывать и изменять свое финансовое состояние всем и каждому, начиная с абсолютно малых входов, малых приложений усилий, либо наоборот, много работая и зарабатывать, и расти в области доходности. То есть любые виды деятельности здесь приветствуются. Поэтому вот наше подразделение MLM, подразделение, которое и регламентирует получение наших доходов через участие в ПСИК, в приватном социал-клуб инвестимент организации, дает нам легальное право, причем не только нам, всему миру, в любой точке планеты, учитывая, это большая заслуга нашего исполнительного директора Мигела Гомыша, учитывая тонкости и нюансы законодательной базы любого страны, региона, любого мира, потому что в мусульманском мире значительно отличаются многие позиции по доходности, по заработкам и получению дивидендов. Учитывая все эти нюансы, сформировали план, который позволяет в легальном поле объявлять, что мы инвесторы, и мы акционеры, и мы работаем в различных направлениях, и мы абсолютно легально, инвестируя наши деньги, получая наши доходы, можем их предъявить в любой точке планеты, получив декларацию, захотев заявить своей декларацией в законодательном поле страны, мы можем это сделать и заплатить налоги. Право каждого. Кто что хочет, так себя и ведет. Человек хочет работать в легальном поле, он делает все согласно буквы закона. Не хотите платить налоги, это ваш выбор. Компания за вас ответственность не несет. Компания все это предоставляет вам на ваш выбор. Поэтому ID identification, это именно подтвержденная, ID identification, подтвержденная персонализация каждого из нас, участия в этой платформе, в этой компании, работы с теми идеями, с теми задачами, которые перед собой в свое время поставил Клаудио Энрик. Поэтому первый файл «Превращать мечты в реальность» это действительно компания, которая как инструмент пришла в нашу с вами жизнь действительно превращать мечты в реальность. Вчера говорил Клаудио ребятам, говорит, что я мечтал долго, я всю свою жизнь мечтал, строил, делал какие-то шаги, учился, набивал шишки, как мы говорим по-русски. И при этом, когда я мечтал один, это были мои мечты. Я видела картинки их реализации, я знал, что я делаю, я к ним иду через годы. Но сегодня я не один мечтаю, мы мечтаем все совместно в рамках организации, которую создали совместного нашей ассоциации инвесторов. И это уже реальность. Вот именно трансформация мечты глобальной большого количества партнеров в коллективное действие и создает нашу с вами реальность. Поэтому я не буду ставиться на каждом файле, я проговорила, кто мы, я рассказала о нашей миссии, я рассказала о целях и задачах, что мы хотим, какие ценности перед собой наш президент ставит и учит нас работать в этом плане. Я остановлюсь опять на этом файле. Итак, феникс, мы видим, да, пси-промежуточное звено, и от него начинается участие нас с вами, наших с вами денег, наших с вами мыслей, наших с вами бизнес-предложений, нашего с вами активного участия в формировании и расширении платформы доходности. То есть мы можем с вами приводить бизнес, что вчера как раз и демонстрировали. Вот наш бизнес, от которого мы получаем свои доходы ежегодичные по акционированию и доход по мере участия инвестиционных программ, то есть покупая пакеты, мы соинвестируем с компанией деньги в различные виды бизнеса. Итак, что это такое? Его телефонный оператор, компания, которую он создал в 2001 году, это его детище, это его любимая производство, это его любимая компания, которой он посвятил годы, годы, годы жизни и годы, годы, годы здоровья, потому что очень непросто себя утверждать на рынке, который высокодоходный и уже поделен между серьезными корпорациями, придя с новыми идеями и технологиями, причем его идея технологии, применение технологии у всех телеоператоров по миру дала ему возможность, получая Royalty Minutami, облегчить возможность общения, телекоммуникации, общения, телефонии по всем странам и регионам, то есть он получает минуты, распределяет своим партнерам по определенному виду тарифов, и мы говорим с помощью его телеоператора мы говорим, теперь уже нашего телеоператора Телпоп, говорим со всем миром по удешевленному тарифу, а владельцы и участники программы, нашей с вами программы инвестиционной, мы покупаем карту, мы имеем возможность между собой все партнеры псих говорить бесплатно, без роуминговой связи, и получаем роуминг с непартнерами по удешевленному тарифу наиболее дешевого оператора, который у него в перечне есть, я же сказала, что его технология применяется в системе телекоммуника СОИШ по всему миру, начиная как оператор бразильский, первый его выход был на латиноамериканский континент, регистрация была Аргентина, и на сегодня выход по мировому масштабу, это все Лондон регистрация, это не вчера родилась компания, это три отдельных грандиозных компании, которые существуют уже годы, его телеоператор Телпоп используется в 185 странах, а учитывая какую технологию работы с минутами, вот начиная работу с 2015 года, на сегодня это уже реальность, он принес в мир, то есть наша монета Time is Money является основой подтверждения взаимоотношений в области телефонии, отцифрованной для хранения информации на блокчейн, то есть это минута Time is Money, наша минута, это монета Time is Money, ко всему прочему дает возможность на сегодняшний день, перечисляя друг другу минуты, их обналичивать в реальные деньги, это особый вид платежной системы, это его разработка, которая уже работает, уже в действии, мы с вами ее получаем, покупая карту, карту Телпоп, и через два месяца, вот сейчас начинается ICO трех монет, о которых я скажу сейчас немножечко, так вот пройдя ICO, то есть через 2-3 месяца мы получим эту возможность, не просто звонить, использовать минуты, разговаривать со всей планетой, но мы еще получаем возможность перечислять в другую точку планеты, либо в другую точку страны, минуя банковские переводы минуты, которые с помощью своего обменника тут же обмениваются и выводятся с помощью партнерства с Мастеркард и Визой, выводятся в наличные деньги посредством банкоматов, это Телпоп. У нас есть Identification, это наше подразделение, подразделение сетевое, но сетевое это на сегодня, сетевая индустрия, а само подразделение ID Notification, создано в 93-м году, вчера это тоже было для меня откровение, то есть планы развития через партнерские программы и внедрение своих идей в жизнь в международном масштабе у него возникли в 93-м году, вчера это звучало, вчера это записывали, партнеры, которые сидели в зале, это все слышали, поэтому адаптация к сетевому подразделению через ПСИК пришла вот сейчас, но компания ID Notification зарегистрирована в 1993-м году как партнерка по распространению своей услуги, ну там партнерка была 2-3 уровня по распространению своей услуги, на сегодня мы получаем развитие в новом этапе этой же компании, которая себя в мире уже зарекомендовала. Дальше, ID индустрия, телеоператор, телепоп не просто осуществляет продажу услуги, связь, ко всему прочему, несколько заводов собственность Клаудио, на сегодня это уже собственность платформы производящих носителей, то есть смартфоны, плашеты, что еще мы узнаем в ближайшей перспективе, это собственность компании, у него несколько своих производств, которые производят товары и услуги, и это все является собственностью компании, я не беру партнерство, каким является Алиэкспресс, это собственное производство, которое, естественно, будет идти по удешевленной цене для партнеров и по льготному тарифу. Далее, Кит Глобал, очень большая, у него не только телекоммуникации, не только производство смарт-носителей, у него есть производство самого широкого спектра товаров, здесь и переработка вторичных материалов, здесь много чего, мы все это получим в перечне, когда получаем доступ к товарам на нашей платформе, получим в перечне, что мы имеем. Что нужно сказать? Экотэч Глобал, что это такое? Экотэч Глобал, это криптографический банк, зарегистрированный на Багамах. Почему на Багамах? Многие задают вопрос. Это первый, на сегодня единственный, регулярный, зарегистрированный банк, банк на Багамских островах. Почему там? Потому что, кроме Австралии, Багамских островов, в легальном поле, по всем направлениям, видам деятельности, нет больше регламента законодательного, как можно в этом поле работать. Багамские острова, даже в Дубае не все, Багамские острова открывают широку, простор, деятельность в области криптографии и привязки криптографических валют к фиатным, именно там. Именно поэтому, зарегистрировав банк на базе четырех валют, своих которых имеют место быть, это наш Эко, Эко Коин, Агрокоин, Тайм Измани, и самый главный наш Коин, это Игл, Социал Голд Коин, четыре монеты, разработка которых давно произвелась и создавалась на базе многолетних разработок на физическом продукте, почему и стало возможным реализация этого проекта. Так вот, он зарегистрирован этот банк, регулярный банк, сотрудничающий с процессорами Visa и MasterCard. Для этого нужен был быть свой обменник создан, он создан. Для этого очень много инструментов необходимо было создать и ввести в жизнь, они созданы. Именно поэтому, я когда говорю, что мы в бэк-офисе получаем привязку всех подразделений, то все вот это уже в реальности существует не один месяц и не один год. Поэтому мы получаем привязку, это, к сожалению, занимает время, но самым главным был перенос нашей базы данных и адекватная увязка каждого из нас персонализирована по имейлу и по логину, по фамилии к такому же персонализированному кабинету на платежной системе, которая базируется на разработке как раз криптографического банка, экченча собственного и фиатного собственного банка. Именно эти три кита позволили внедрить программу, которая на сегодня, но я считаю, уникально позволяет имитировать карты, которые поддерживаются и визой, и мастер-карт на базе регистрации регулярного банка Эко-коин-банка при наличии фиатного банка. Вот это основная функция, которая позволяет говорить о том, что мы не просто получаем дивиденды в криптовалюте, мы их получаем легально, причем в Бразилии уже во многих штатах легальность функционирования криптовалют подтверждена налогообложением на сделки по этим валютам, не только в Бразилии, начинается уже в Штатах по всему миру легализация этого процесса. Алсур. Грандиозная платформа Алсур, над которой он работает пять лет. Что это такое? Ну, уже многие партнеры, с кем я говорила, в частности, какими-то деталями рассказывала, почему наш эко, вернее, агрокон привязан к этой платформе, что он из себя представляет и что он нам несет. Так вот, Меркосул, это платформа, латиноамериканская платформа, создана в 1996 году по оптимизации производства, учета, распределения сельскохозяйственной продукции, производимой и потребляемой на латиноамериканском континенте. Она так начиналась, так начиналась. На сегодня это не пять первых стран, на сегодня она охватывает и часть евразиатского рынка, здесь уже Канада и Соединенные Штаты. Что она из себя представляет? Можно найти много информации по Меркосулу, в интернете, кто захочет находить. Я нашла, я не знала о ней ничего. Я в декабре нашла, села, углубилась и прочитала и, вы знаете, впечатлилась объемами, которые на этой платформе продукции учитываются. Что значит учитывается? Оптимизация отношений для сокращения расхода и удешевления продукции сельского хозяйства это глобальная цель, международная цель, которая всем интересна, всем понятна, все хотят в ней участвовать. Почему? Потому что удешевление сельскохозяйственной продукции и максимальное ее использование во избежание голода во многих регионах это цель номер один в человечестве нашей планеты. Поэтому, когда я узнала, что одна треть производимой и потребляемой на нашей планете продукции учитывается на Меркосул, эти цифры впечатляли. Там есть конкретизация по странам, по регионам, по отношениям, каким образом менялись экономические связи производителей с потребителями, как уходил средний мелкий бизнес, как он сливался в какой-то учетник более широкий, более глобальный для перераспределения и для того, чтобы избежать потери, для перераспределения потребления. Очень много информации. Поэтому я много чего прочла в Меркосул, и мне было очень интересно узнать, что вначале в личных беседах, а потом уже фактически в цифрах, что наша платформа Алсур на сегодня Алсур – это токенизация, это блокчейновый учет для оптимизации, еще более оптимизации всех этих процессов платформы Меркосул. И на сегодня более 50% участников платформы Меркосул уже зарегистрированы на нашей платформе. Наша платформа – это часть нашего холдинга. И все, что получает доходность нашей платформы от осуществления этого вида деятельности, это наша с вами доходность, от которой мы получаем наши дивиденды. Если столь глобальная международная платформа уже более чем на 50% участвует в нашей Меркосул, вы понимаете, сколько будет стоить наш Агрокойн, цена которого на старте 1 доллар. Все наши три монеты, которые заходят на ICO, они стоят 1 доллар. Поэтому это глобальный проект, глобальный и вечный проект, потому что продукты питания – это средства жизни, и они всегда нужны, всегда востребованы. И оптимизация сохранения, доставка, производство в оптимальных условиях – это цель и задачи всех предпринимателей. Я не буду сейчас говорить цифры, это отдельные будут вебинары. Цифры по Латинской Америке, участие банановых королей, участие кофе-производителей настолько масштабно зашло, что на сегодняшний момент нашей компании участие именно производителей кофе позволило создать свою собственную платформу производства, дистрибуции, не производства, дистрибуции кофе-продуктов. На сегодня я выставляла пакетированное кофе. Это продукт собственный, дешевый и высочайшего качества, который будет позволять открывать направление поставки кофе во все страны мира. Россия уже в этом участвует, сразу скажу. Поэтому это глобальная программа, позволяющая расширять, многократно расширять возможности перемещения продуктов питания из одного региона в другой и их удешевление и сокращение логистических затрат. Я думаю, это важный момент и если правильно понимать значение нашего агрокойна, вы понимаете, какие глобальные перспективы у этой программы. АСВ. Это обеспечение нашего коина, главного коина, это золото, добывающая промышленность. Обеспечение нашего главного коина, Eagle, Social, Gold, я многократно слышала, говорила, мне без конца присылают, то одна сторона золотой коин выпускает, то другая заявляет об этом, третья корпорация какая-то создала, четвертая, пятая, двадцатая. Создать мало, принимать деньги партнеров, это характеризует компании, как стремящиеся к цели все-таки в чем-то в золотом запасе, в чем-то серьезном физическом сохранять деньги своих партнеров. Вот все эти компании, когда объявляют о золотом содержании, о чем идет речь, деньги партнеров поступают в компанию, они покупают золотой запас, хранят их где-то в сейфах, где-то в банках, в ту-третьих лиц, который позволяет им деньги партнеров сохранять при этом, опять же, на маркетинговое увеличение стоимости, почему? потому что мы новые входим, новая покупка этого коина, новая покупка золота на эти коины, потребность в коине растет, и всегда, это же токен или юридированное количество, и всегда разная цена партнера, на что он зашел, на какую сумму, купили, компания покупает на эту сумму золотом, это механизм понятен, экономика этого бизнеса понятен, это маркетинговые ходы, и обеспечение не коина золотом, ни в коем случае, обеспечение партнерских денег золотом, который якобы партнер сможет запросить, я не знаю, еще никто не пробовал, не знает, по факту, что оказалось, вот вчера буквально опять этот вопрос возникал, если по ПСИК потребовалось семь лицензий для легализации ее деятельности, семь до вчерашнего дня, вчера восьмая пришла, чтобы их читать и смотреть, что это за лицензии, что это за протокол, нужно понимать, в какие виды деятельность через ассоциацию ПСИК, через наш глобальный клуб инвестиций распределяются наши деньги, мы прирастаем новыми видами бизнеса, следовательно, определенный новый вид бизнеса будет требовать новую лицензию, новый протокол. Это то, что касается нашей глобальной организации перераспределения денег для получения доходов. То когда звучал вопрос о подтвержденности нашего койна золотым содержанием, легализации этих расчетов в валютном мире и каким образом это вообще можно увязать с реальностью и насколько это подтверждено, то прежде всего обоснование существования шахты, она должна иметь место быть, золото должно производиться в реальном объеме, реальном масштабе, которое может обеспечить имитированное количество койнов, а их у нас 500 миллионов. Так вот, это обоснование геологоразведки, которое на 350 страницах дает полнейший разворот характеристик, возможностей по 8 шурфам, там очень много информации, вчера это нам показывали, я не одна уже это видела, уже видели многократно многие партнеры, они могут это оценить и понять, что это такое. Наличие шахты подтверждено, наличие золотодобывающей промышленности подтверждено, потому что кроме месторождения шахты должна быть еще и существующая в реальности фабрика, которая этим занимается, это подтверждено. Третье, соглашение с определенными третьими структурами, сейф которых, это банковские структуры, хранят независимо, хранят обеспечение нашего коина в эквиваленте золота, которое на сегодня выдано, на имя вдух коина выдано, имитировано и которое уходит в реализацию. При этом эта шахта должна пройти листинг на лондонской бирже драг металлов и только после всех этих протоколов, их более 18, более 18 протоколов можно заявить, что эквивалент Eagle Gold Social Coin в реальном времени является 1 грамм золота, цена которого дается по обеспечению в унциях, мы знаем, что цена в унциях выставляется ежедневно по обеспечению, извините, не по обеспечению, а по торгам и по вилке, скажем так, волатильности именно торгов по золоту, может там 2-3 доллара она колеблется, так вот ежедневно по информации, по статистике, именно по лондонской бирже мы получаем цену грамма золота и цену нашего коина, который не может быть в эквиваленте грамма золота, не может стоить ни 50, ни 150, ни 350, он может стоить только столько, сколько на сегодняшний день стоит грамм золота. За период, пока мы вникали в эту тему, понимали, что и как колебание цены было от 38,5 до 41,2. Вот эти 2-3 доллара разницы цены это та вилка, кто соображает, кто знает, как это делать, могут зарабатывать и на этом деньги на биржах, но, естественно, сам коин по биржевым сделкам спекулятивный. Спекулятивная биржевая сделка это приносящая, сделка приносящая сверхприбыли, но она не обеспечена физическим содержанием. Так вот, мы можем зарабатывать и коин будет расти. Даже прогнозы самой компании 50-60 в ближайшей перспективе через 2-3 месяца коин будет стоить на бирже, но это не означает, что его номинальная цена, расчетная цена, вот я хочу поменять свой коин на деньги, это валютная операция, минуя биткоины, я его меняю по эквиваленту цены грамма золота на лондонской бирже на день обмена. Вот в этом суть содержания нашего коина одним граммом золота. Именно в этом суть. Я могу торговать, зарабатывать на бирже, увеличивать свои доходы, но это спекулятивные сделки, которые обеспечиваются чем эквивалентным каким-то измерителем, то есть у нас биткоин, да, цифровым. Если я заявляю, что моя монета платежеспособна и связывает фиатный рынок с рынком криптографическим, то в каком эквиваленте, в каком объеме стоимости одного грамма золота. Поэтому, если я хочу их все обналичить, не продавая на биржах, а обналичить через наш эко-банк коин посредством либо мастер-карт, либо виза, я их обналичу по цене грамма золота на этот период. Я надеюсь, это понятно, больше всех вопросов возникать не будет. Вот чтобы обеспечить функционирование в мире, в реальном валютном мире был проведен вот тот самый защита маркетинга и защита вайтпепера была проведена на Сау-Паулу, где присутствовали финансисты различных направлений, экономисты. Вот именно вот этот протокол и позволяет заявлять нам с вами, что мы имеем эквивалент стоимость одного грамма золота на межвалютном рынке. В этом суть вот подразделение АСВ, это подразделение золотодобывающей именно компании, которая является собственностью корпорации и нашей с вами доходности от работы в этой области. Далее, учитывая малую волатильность коина нашего, потому что грамм золота не может колебаться в тысячи раз, малая волатильность как расчетная единица, наиболее стабильная, наиболее удачная для получения всех видов экономической и финансовой деятельности, в перспективе мы с вами будем получать доход в этой валюте. Уже нет страха, что почему мне не дали бегом в биткоинах сегодня, вдруг он завтра вырастет, вдруг он упадет, и что и как я буду делать. Нет. У нас эквивалент золотовалютных расчетов. Все. Что бы там ни было, имея свой собственный банк, свою собственную платежную систему и свою привязку к нашим бэк-офисам, наших кошельков, через которые мы выводим на платформу и ставим это все на эквивалент денежный, мы с вами всегда стабильно уверены, что деньги, которые мне заявлены, я получаю вот в эквиваленте и волатильности очень и очень небольшой. Это очень важное замечание, потому что почему удалось привязать полторы тысячи и расширяется, наши коммерсы продолжают расширяться, потому что единицы расчета заявлены и фиатные деньги, биткоин в том числе, но и наш золотой коин как наиболее устойчивая криптовалюта, связывающая два рынка, финансовый фиатный рынок и финансовый рынок криптографический. Это очень важное значение, которое вводится нашему коину. Немножко понимание должно у вас сложиться. Эко-коин я не остановилась, вот эко-коин, эко-теч-глобал, я не остановилась на эко-коине, два слова скажу. Эко-коин это токенизация отношений в области переработки вторичного сырья, то есть переработка мусора, который занимается, Клауди уже много лет, у него несколько заводов. Когда дальше будем углубляться, смотрите, я видео эти покажу, закачаю, сколько товаров он производит на вторичной переработке, пластика, переработке бумаги и так далее. Что он получает от строительных материалов до товаров потребления. Этим он занимается уже годы. Он реально занимается очисткой окружающей среды через получение доходного бизнеса. Сейчас этот бизнес весь зашел к нам сюда, на платформу, получаем доходы от этого бизнеса в эко-койнах. При этом запатентованная его ПЛА технология производства изделий из пластика из материалов отходов сельскохозяйственного производства, то есть это обработка сахаросодержащих продуктов, на сегодня это пенамбур, сахарный тростник, они позволяют производить эко-пластик, биорастворимый пластик, который так необходим на сегодня планете, чтобы избежать тотального загрязнения. Очень много фильмов, есть уже на русском языке, сколько этой информации, что даже у нас уже запрещается в течение последующих 5 лет, будет перепрофилировано производство на именно вывод химического пластика из использования в широком масштабе, почему? Потому что планета не может переработать уже накопившийся мусор из пластических масс. На сегодня это глобальная задача и на сегодня это задача номер один в мировом масштабе. Поэтому его технология удешевер, не он ее создал, нет, технологии 20 лет, переработки отходов, биологических отходов для производства биопластика ей уже 20 лет. Но его гениальная голова и группа его разработчиков, с кем он работает на базе университета Сау-Паул, позволили запатентовать удешевленную технологию переработки отходов сахарного отростника и топинамбур. На сегодняшний момент, когда мы углубились в эту тему, мы заинтересованы, естественно, мы тоже хотим, чтобы эти заводы строились на территории России, но у нас сахарная свекла. Все, что он сказал, это так, говорит, мы не работали с сахарной свеклой, но нет пределом совершенства. Займемся вот этой технологией по переработке отходов по сахарной свекле, потому что и Европа, и страны СМГ выращивают это немереное количество. Поэтому задача замены химического пластика на биорастворимый по переработке отходов именно продукта, который произрастает на нашей территории, это вполне реальная задача. Так вот, есть цифры, это отдельно, об этом тоже будем говорить. Очень много цифр, очень много подтверждений, всего этого уже есть документальных, и все это в офисе можно посмотреть. Первые четыре завода, которые за патентованную технологию ПЛА, использование отходов сахарного тростника, запускают в действие в первом полугодии 2019 года первые четыре завода это Бразилия, это Португалия, это Индия, и это, быстро хотела сказать, Пакистан. Причем первые заводы, все заводы модульные, сроки сборки три месяца. Первый завод мы будем закладывать в селец лидерской группы, все, кто поедут, поедут на грандиозное открытие компании и изучение бизнеса, компании в Рио-де-Жанейре в конце марта. Отдельно будет приглашение, это уже создана программа целая по этому направлению и посещение заводов и закладка первого камня, первого завода этого, вот те лидеры, те участники компании, кто захочет это сделать. Цены будут стоять в букви, все сможете понять. Первого завода, все трени будут заложены в первое полугодие. Теперь смотрите, наш эко-коин поддерживается производством этих бутылок. Вы же понимаете, что Россия уже себя заявила, Штаты себя заявили, еще десяток стран себя заявили о желании построить такие заводы. Цена эко-коина, как вы думаете, какой будет, доллар до конца года либо несколько больше? Я так думаю, что несколько больше. Я просто обословлю физическое содержание каждого из наших коинов. Отдельно по каждому будем говорить, как увязано, каким образом это учитывается, почему это делается, кто уже является на сегодня на государственном уровне и в Африке, и в Азии являются владельцами этих коинов, особенно Китай, они впереди планеты всей, особенно Time is Money. Поэтому уже на сегодня, давая нам ICO-выход партнерам, компании, как участникам программы покупки на уровне ICO за одну пятую часть стоимости коина, вот сейчас заходит второй этап, все три коина будут одновременно нам продаваться, нам, партнерам, на контрактных началах. Уже позаботился наш президент и руководство компании о том, чтобы как физический носитель суть этого бизнеса была уже адаптирована в различных точках планеты и заложены вот те первые камни, бизнес-камни, которые приносят доход всем нам с вами в виде роста коинов как необходимого инструмента учета вот действия в этой области, как биткоин наши транзакции подтверждать, почему он растет и в определенное количество его все тяжелее добывать, но он необходим как подтверждение осуществления этих взаимоотношений, финансовых между двумя партнерами, так и здесь. Это как необходимый инструмент, как носитель, как траншфер, а он ограниченный по 500 миллионов, а уже на сегодня их миллионами выкупает на уровне корпораций и правительств в различных странах. Поэтому Китай, конечно, впереди планеты всей. Поэтому, учитывая особые отношения Бразилии и Китая, наш президент, вице-президент Ассоциации коммерческого взаимодействия Китая-Бразилия, есть там файл в его биографии, где он был приглашен как почетный член, почетный, вернее, консультант на заседание БРИКС очередных стран. Почему? Потому что пока только одна Россия еще не задействована вот в этом глобальном перераспределении экономических отношений в области инновации. Пока только, да? То есть Латинская Америка, Китай, теперь Россия почему-то активно стремится, наш президент, работать с Россией. У нас шикарные перспективы. Поэтому очень много в биографии вы прочитаете фактического материала и поймете, насколько реальны на сегодня уже применяемы его технологии, его бизнес развивается повсеместно и насколько глобально его мышление. Создав то, что он нам предложил, четыре этих монеты, каждая из них имеет под собой многолетний сформированный бизнес, который рабочий. Теперь только в стадии применения цифровых технологий он переходит в новый статус. И мы с вами совладельцы вот этого нового статуса управления этим бизнесом. Поэтому каждый из этих коинов несет в себе значительное физическое содержание, которое позволяет говорить о его высокодоходности и бесконечном росте в цене. Я надеюсь, это все понятно. Я не буду останавливаться на других подразделениях, их еще несколько, ID Driver, это собственность уже компании, собственный Uber, собственный Uber, который компания не вчера создала. Бразильский Uber ID Driver существует уже несколько лет, на сегодня уже получил международную лицензию. Это уже Аргентина, он выходит в Европу. Там применение электромобилей комбинированных и комби-автомобилей, применение на новых отношениях с владельцем лицензии, новые отношения, которые позволяют получить машину от владельца и обслуживание от владельца и доходность, из которой выплачивается определенный процент установленный синдикатом 25% по всему миру, одинаково. То есть это чисто доходность компании, причем сам участник этой программы уже не платит за содержание автомобиля, техосмотр и так далее. Это берет на себя компания. Поэтому новые условия развития этого бизнеса почему-то так широко и быстро распространяются, почему в партнерство к нему стремятся многие корпорации. гениальная голова позволяет находить решения многим направлениям бизнеса. Я надеюсь, это понятно. Давайте пойдем дальше, потому что важно было понимать именно компанию. Я не останавливаюсь на торгах, у нас есть форекс, у компании есть лицензия, причем это все можно видеть, кто приезжает и кто смотрит, кто смотрит, в компании может наблюдать торги на онлайн, вывеска в кабинете у Мигела постоянно идет, я не буду об этом говорить, это есть, хотите приезжать, потому что Мигел, вот как он вчера обозначил свою функцию, Мигел Гомыш, международник, юрист с образованием нескольких университетов, подтвержденной лицензией, при этом три года практики в Дубае позволяют ему консалдинговые услуги оказывать многим корпорациям, почему он принял решение работать с нами, почему он вошел как соучритель в нашу компанию, как со-партнер, со-владелец, потому что он увидел масштабность проекта, он понял, что стремление президента работать только в легальном поле, и это как раз соединение усилий и дало тот результат, который мы имеем, а все то, что он сумел принести в компанию в области законодательства, в области получения лицензионных разрешительных документов по всем видам деятельности, она неоспоримо трудно переоценить, трудно переоценить, поэтому его роли в компании это финансы, это программирование, это легальное поле, это то, что, можно сказать, на 10, не на 5, а на 10 баллов было на сегодня исполнено, и мы с вами уже сегодня мы это видим, каждый день получаем обновления уже с действующими механизмами, до конца февраля мы будем иметь полный набор функционирования всех инструментов у нас в бэк-офисе, мы уже можем начать работать, мы уже имеем возможности говорить всем открыто, что мы имеем реальный легальный бизнес, причем, который совмещает сетевой маркетинг для получения доходов для наших инвесторов, которые захотят работать, ко всему прочему, приглашению своих партнеров, итак, монеты, вы видите, да, это изображение монет, это Eagle Social Gold Coin, я кратко идею рассказала обо всем, мы видим здесь Эко Коин, Агро Коин и Time is Money, это криптовалюты, которые на сегодня уже, мы видим их изображение, мы видим их назначение, все понятно, хочу сказать, что еще 3 монеты на выходе у компании, следующие виды деятельности токенизированы будут в следующем полугодии, итак, начать свою деятельность как вы можете, вот та книга, о которой я говорила, новая концепция, поэтому 47 долларов, которые мы платим за регистрацию в компании, это получение знаний, это первый шаг в адаптацию в бизнесе, который нам предложен, это книга, Клаудио Энрик, это шестая его книга, он писатель, это шестая его книга, он публицист, шестая книга, изданная в этой теме для общеобразовательных вот азов для каждого партнера, который входит в этот рынок, я считаю, это правильный шаг. Далее, по маркетингу, форма участия, мы знаем, что если мы принимаем решение покупать инвестиционный пакет, то у нас есть широкое поле деятельности, от 100 долларов 97 до максимального пакета 35 277. Сверх этой суммы это контрактные отношения и партнерство с компанией на другом виде доходности. Итак, у нас существует определенное обслуживание, ежемесячное, мы знаем, что обслуживание ежемесячное это гарантия стабильности компании. Мы видим, что это все градуировано по доходности именно от нашего пакета, то есть какой пакет, у меня минимальное обслуживание 5 долларов на пакет 97 и максимальное 299 на пакет 35 тысяч. Почему так? В зависимости от суммы инвестиции я получаю возможность инвестировать свои деньги в расширенную линейку компаний. Маленькая сумма это малые инвестиции в определенную компанию, средняя инвестиция уже набор компаний может быть шире и доходность шире. Если у меня большая инвестиция, то мои деньги распределяются в несколько бизнесов, доходность выше, естественно, я плачу ежемесячное обслуживание выше. И количество баллов, которые нам необходимы для расчета нашей доходности в маркетинге. Баллы в среднем 28-30 процентов, они колеблятся, нет установленной одна третья часть, одна пятая часть, нет установленной цифры. В среднем 28-30 процентов от стоимости пакета. Поэтому идем дальше. Поэтому моя инвестиция, вот 10 процентов за личное приглашение. Я приглашаю партнера участвовать в моей программе. На какой бы пакет я ни зашла сама, какую бы сумму я ни принесла в компанию, неважно. Всех, кого я приглашаю в первая линия, получаю 10 процентов стоимости от инвестиции моего партнера. Далее, линейный бонус. А вот здесь в зависимости от суммы моей инвестиции, то есть участия инвестиционного моего в прогнозах, программах и в реализации бизнеса с компанией, я получаю возможность в линейном бизнесе открывать у себя до 7 уровней доходности по инвестициям наших партнеров в линейке. То есть если я зашла на базовый на 100 долларов, кроме личного все равно у меня второй уровень открыт. Это второй уровень. Реально второй уровень. Это не личные приглашения. Поэтому зашла на 100 долларов, у меня есть личные приглашения, мои личные партнеры, они начали работать, я получила доход от их первого уровня. Далее мы видим, открываются два уровня, начиная с инвестиций 1000, 1К это первая тысяча, К это тысячи. Начиная от 1000 долларов инвестиций, у меня открываются 6 уровней доходности. И далее 7 уровней доходности от 2000 и до 35 тысяч. Мы видим, я получаю 3% второй уровень, 2% третий уровень, 1, 1, 1, 1, 1 до конца. Уже мы получаем по одному проценту от всех партнеров, всей моей линейки, расширяющейся как юбка, к низу. Я считаю, это замечательная, в общем-то, добавка к нашим финансовым доходам в основном маркетинге бинарии. Итак, бинар. Компания дала возможность, участвовав в бинаре, получать от минимальной нашей инвестиции, от минимальной нашей квалификации, даже без квалификации, значительные суммы. Если вдруг я привела партнеров серьезных, я могу в первом же день получить серьезные деньги. То есть 1000 долларов это лимит в бинаре дневной, который дает мне право, не будучи квалифицированной, только зашла. Я еще не имею в квалификации бронза. Я зашла и получить могу, я привела серьезных партнеров в 1000 долларов это дневной лимит вывода по бинару. Это не отражается на основных моих заработках. Я расту в квалификации бронза, мы дальше там увидим, 1875 баллов в меньшей ноге. В ночь чем на 3 это количество денег, которые у меня в меньшей ноге скопились. Я уже получаю 20% по бинару поменьше своей ноге по сумме баллов и лимит у меня 2000 долларов. Далее от silver от серебра 30% по меньшей ноге и лимит 2000. Мы видим gold 40%, мы видим onyx 50% и до конца более 50% суммы баллов в меньшей ноге я получать не буду. 50% это напоминаю просчитанный и защищенный маркетинг по устойчивости. Математиками просчитанный и защищенный. Поэтому начиная от onyx я получаю 4000 до рубина дневной лимит вывода по меньшей ноге. Далее 6-6 тысяч 8-8 и 10 тысяч. Максимально 10 тысяч долларов при самой большой квалификации я могу выводить в день по бинару от суммы баллов в меньшей ноги. Из чего складывается моя доходность и каким образом она влияет на мои доходы от моей суммы инвестиций. От 5 до 21% это сумма просчета доходности математическая уже функционирующего бизнеса, то есть различный бизнес компании приносит различные доходы от 5 до 21%. Вот здесь прописано, что это предварительный месячный расчет на 2019 год. Но в реальности на первые 6 месяцев 2019 года до запуска первых заводов. Так вот, вот когда я нахожусь вот в этой вилке доходности, я имею ввиду корпорация, если корпорация получает в этой вилке свои доходы, она гарантирует что? Всем инвесторам, своим партнерам, акционерам, она гарантирует ежемесячные выводы от суммы их инвестиций. Если сумма моей инвестиции составляет от 100 до 500 долларов, мне гарантируют в среднем 10%. Почему в среднем? У нас нет стабильных процентов. Это в среднем нижняя планка. Если через 3 месяца у меня компания вырастет до 30% доходности в месяц, либо 40, естественно, все мои проценты поднимутся. Это в среднем по базе расчета доходности компании от 5 до 21% доходности в месяц. Итак, начиная с 1000 до 4500 до средней инвестиции, мне гарантировано в среднем 15% доходности. Если я инвестирую от 7000 до 35000 денег, долларов в компанию для распределения их по развитию бизнеса различных направлений компании, мне дает в среднем от 21% может быть 20 в этом месяце будет, может в следующем будет 23, может быть 25, никто не даст конкретно цены. Это в среднем нижняя планка доходности, которая просчитана по истории уже функционирования бизнес-предприятий корпораций. Они все имеют историю, они не вчера родились. Итак, длительность моего контракта 5x 500% суммы инвестиции, либо включает все выплаты, не только пассивный доход по дивидендам, включает все выплаты. Если я зашла как инвестор, положила определенную сумму, я хочу получать дивиденды ежемесячные, кроме годовых, это ежемесячные, по сумме моей инвестиции и в зависимости от вида начала моей деятельности. Я приняла решение инвестировать в пакет, это вид моей деятельности, акционирования в компании. Я получаю доход в сумме инвестиций, дающей мне право, ну и смотря какая инвестиция, право на получение 20% либо 15% в месяц, начиная со второго месяца моей инвестиции. То есть инвестиция в первый месяц, было у нас две недели, сейчас инвестиция первый месяц работает на компанию. Начиная со второго месяца, я получаю вот этот доход, установленный по маркетингу, до периода, когда я смогу от компании получить 500%. Здесь нет лет, годами, месяцами, нет. Здесь период деятельности в 500%. Компания мне их выплатила, я хочу опять участвовать в этой форме сотрудничества с компанией, я опять покупаю пакет. Если я решила после всего этого уйти из маркетинга и участвовать в акционировании с компанией по контракту, ради бога, мы можем менять форму нашего участия в бизнесе, но если мы участвуем в этой форме через покупку пакета, 500%, которые у меня могут набраться и всеми остальными бонусами, они могут у меня сложиться за месяц, за два, за полгода, я снова покупаю пакет. Это не акция, это доля моего участия в инвестиционном фонде доходности компании. То есть я даю эти деньги, компания не управляет, компания распределяет, расширяет бизнес, я хочу сказать, что 20% всех доходов и у нас в том числе отправляются на социальные программы и 20% доходности корпорации отправляется на расширение бизнеса и только остальные потом деньги распределяются в фонд, 10% идет в накопительный фонд годового участия акционеров и 50% распределяется по маркетингу для тех, по маркетингу либо по контрактам для тех партнеров, которые участвуют каждый в своей области в партнерстве с компанией. 5х это 500% доходности суммы моей инвестиции. Надеюсь, это понятно. Что такое остаточный бонус? Когда мы имеем оплату ежемесячную за оказание тех либо других услуг, компания оказывает нам услугу, распределяя наши деньги, учитывая наши деньги, учитывая бухгалтерию, ведя бухгалтерию, расширяя бизнес, это все компания делает. Поэтому мы платим ежемесячный платеж, свой определенный активность, определенная рамка. Поэтому всегда, когда есть ежемесячная активность, у нас есть остаточный бонус, наш резидуал, который дает возможность от линейной построенной нашей структуры зарабатывать от, собственно, опять же, от суммы своей инвестиции открывать от 1 до 7 уровней доходности в процентах, которые здесь показаны. 3, 3, 5, 5, 5, 5, 2, 2. Проценты по уровням в глубину. Почему третий уровень 5, 4, 5, 5, потому что компания нас спонсирует на то, чтобы, учит нас тому, чтобы дуплицироваться, грамотно, передавая бизнес. Если я научила свой первый уровень и оставила их, и вдруг у них не получается, ни второй никак не могут создать для себя уровень в подобной дупликации, с подобным количеством личников и обучить их, я должна помочь им. И помочь им создать третий уровень моему второму, тогда я получаю больше процентов. Я заинтересована в этом, конечно. Если каждый из моих уровней будет создавать, как я, 5, 10, 15, 20 личников и с ними работать, научить их делать то же самое, то мой третий уровень сколько мне денег принесет? Гораздо больше, чем я сама их плачу по своей ежемесячной активности. Это очень хороший бонус и очень правильно нас формирует, обучает строить команду. Я надеюсь, это понятно. Далее у нас лидерские бонусы. Первый у нас бонус мирового пула распределяется один раз в три месяца. 0,10% дохода компаний между равными квалификациями сапфир. Далее мы видим изумруд 0,2%, далее рубин 0,25%, 0,5% даймонд, 0,75% двойной даймонд, черный даймонд 1% и королевский даймонд 1%. Доходность, лидерская доходность раз в три месяца от сформированного пула по доходности компании. Думаю, это понятно. Что важно сказать, что этот лидерский бонус достаточно легко сейчас получить, очень понизились именно квалификационные баллы для закрытия квалификации. Сейчас все поймете. Теперь командный бонус. Это ежедневный бонус, который, начиная от статуса изумруд, мы получаем ежедневно. Каким образом? Вот первый уровень, мои личники, моя линейка в бинаре. Мои личники в бинаре зарабатывают деньги. Ежедневно, я получаю 6%. Я двигаюсь к квалификации, и у меня уже на даймонде, на бриллианте открываются два уровня. И уже моя линейка, мои личники, и мой второй уровень. Их ежедневный заработок в бинаре 6% и 2%. Максимально здесь открываются три уровня. Вы это видите. Три уровня нам позволяют зарабатывать 6, 2, 2, начиная от двойного даймонда. Мы открываем себе эту квалификацию. То есть линейка в бинаре и бонус этот ежедневный. Далее, квалификационные... Прошу прощения, я вроде отключила скайп. Значит, квалификационные уровни, квалификационные баллы по уровням, извините. Минимально бронза 1,875. Что это такое? 1,875 баллов. Я уже сказала, в среднем умножайте на 3. В среднем. Это количество денег, количество пакетов, проданных вами в меньшей ноге. Теперь смотрим сапфир. Я думаю, все хорошо помнят. У нас было 77,000 баллов. Сейчас 50,000 баллов. Далее 106,000 баллов. И максимальный королевский даймон 4,475 баллов. Это от 7,5 прежних. Значительно понижены ставки, дает возможность развиваясь всем, показывать на примере, рассказывать, каким образом достигать этих статусов и получать доходность серьезную по рангам. И самое интересное для меня, в общем-то, в обновленном маркетинге это вознаграждение наше, начиная от карьерных план вознаграждений, начиная от бронзы. Пин всегда, минимальный статус всегда у всех компаний Пин. Наша компания приняла решение, начиная от бронзы, дарить нам чек. Чек, который вы можете потратить, он накопительный, вы можете собирать их, вы можете потратить на e-commerce, купить все, что вам нужно. Чек в 500 долларов при достижении бронзы. Достигаете силвер, у вас уже 1000 долларов. Дальше накопительный, мы идем, золото, 2000 долларов. Дальше у нас идет ранг 3000 долларов, это Омникс, напоминаю. Дальше у нас идет сапфир, 4000 долларов. И следующий у нас изумруд, 6000 долларов. И только с рубина начинаются вот те призы, которые необходимы. Путешествия и машины. Машины можно в эквиваленте получить, а путешествия – это лидерские, организованные будут путешествия, круизы. Компания позаботится об этом. Я думаю, что мы в марте полный расклад в этом вопросе получим. Но накапливаем вот те тысячи бесконечные, там очень серьезные есть покупки, которые вы можете совершать на нашем e-commerce, который соединяет в себе несколько платформ, серьезных платформ. Ради бога, можете использовать их не сразу, можете суммарно собрать необходимую сумму, купить все, что вам захочется. Далее, машины. Начиная от восьмого ранга, от даймонда, мы получаем возможность европейцам машину приобрести на событиях, либо заказать деньги по эквиваленту стоимости данного автомобиля, какого вы выбрали, от завода-изготовителя. Есть такой вариант. Компания решила рассмотреть этот вариант и приняла его, что очень удобно, потому что мы проживаем в различных точках планеты, нам удобно покупать машину по месту своего проживания. Так вот, компания приняла это решение. Мы видим, девятый ранг у нас более серьезные машины, и самые серьезные машины у нас получаются на одиннадцатом рамке, когда мы получаем Феррари. Это все, что я хотела сказать по маркетингу, по сегодняшней презентации компании, по новостям, по всему тому, что происходило и продолжает происходить в нашей компании. И напоминаю, что сегодня в ночь еще раз будет сделать апгрейд для последующей адаптации следующих шагов привязки всех инструментов, всех функций в нашем бэк-офисе. Больше я не принимаю никаких исправлений. Единственное, что вчера Меделгомыш сказал, почта, которая давалась многократно в лидерском чате, суппорт. Вы можете писать все, что вас тревожит, с чем вы не согласны, что, по вашему взгляду, не соответствует истине. Вы можете писать, потому что все абсолютно ваши письма архивируются на платформе. Все всегда можно поднять, спросить, узнать, исполнено, не исполнено, что вы хотели сделать. На сегодня задача номер один это как можно быстрее перестать корректировать бинар и начать нам работать. Почему? Бинар это основа, это нашего бэк-офиса. Почему? Потому что без расположения в ногах, устойчивого, правильного расположения в ногах всех наших партнеров никак система не может нам дать количество баллов. Мы не можем двинуться дальше. Поэтому сегодня последний апгрейд. Вы видели, что появилась кнопка вывода для тех, кто участвовал уже в этой программе. Я прошу еще воздержаться от регистрации день-два. Регистрировать можно. Мы имеем возможность это делать. Вы можете бесплатно зарегистрировать партнеров, увидеть их в системе. Я прошу, почему воздержаться, потому что сейчас будет дана инструкция про платы регистрации золотыми койнами. Поэтому я считаю, это, в общем-то, для нас всех выгодный инструмент. На сегодняшнем этапе компания взяла на себя обязательства по долгам, которые не она создавала, но приняла ответственность, нашла выход в решение вопроса, дала возможность, шикарную возможность новых заработков, получения мгновенных своих вознаграждений. На сегодня биткоинный механизм уже работает. В ближайшие дни, когда будет привязан наш кошелек с обменником собственным для получения возможности заказа карты, это в ближайшие дни, заказав карту и получив карту, вы избегаете необходимости менять наши койны, наши заработки на биткоины, вы можете сразу на платформе это все обналичивать посредством Visa и MasterCard на деньги, все ваши заработки, все ваши койны. Начинается ICO трех койнов новых сразу после запуска полностью нашей платформы. Каждый из партнеров может участвовать в этой программе по заключению контрактов, заново отправим форму, я не буду сейчас заниматься сбором контрактов, практика показала, Алина очень хорошо к этой, отнеслась к этому виду деятельности и вся база данных партнеров, которые отправляли контракты по e-mail'ам, получена, обслужена, партнеры получили назад контракты, получат сейчас монеты, в течение ближайших двух дней получат монеты у себя в бэк-офисе. Монеты, которые по контрактам Eagle Gold Social Coin заходили к нам в бэк-офис по контрактам, доступны к выводу стопроцентно всем. Поэтому все контрактники, все, кто заключили с компанией отдельный вид сотрудничества по контрактам на базе существующих наших аккаунтов, в наши аккаунты получают эти монеты и они доступны к использованию все. Ждем новый, абсолютно доступный PowerPoint и гораздо короче, 23 страницы вместе с продуктом. Я сегодня продукт не показывала, нет смысла с продукт и карты. Наши карты тоже продукт. Два слова еще скажу об этом. Наши карты, которые будут пользоваться как инструментом, это тоже продукт. Наша карта Телепок тоже продукт. Все наши продукты нам дают код. Вчера утверждался маркетинг по торговле по e-commerce. Человек может не участвовать в основном маркетинге. Заплатил 47 долларов, получил книгу за получение бэк-офиса обслуживания компании нашей деятельности. Онлайн обслуживание, естественно, программист работает на клиентов в том числе. И он может создавать клиентскую базу пользователей e-commerce. Все. И при этом будет открываться опять линейка. Но там уже немножечко другой порядок, но опять будет открываться линейка доходности. Мало того, что мы получаем скидку на приобретение продуктов на e-commerce через нашу систему, мы получаем возврат, какой кэшбэк в виде линейки. Это чуть позже. Закрываются сейчас еще все просчеты по маркетингу по e-commerce, потому что он сейчас глобально расширился. И будет, конечно, очень интересно там участвовать всем, партнерам в том числе. Еще удобнее, потому что несколько маркетингов совмещается. Поэтому виды участия пожалуйста. Кто захочет покупать лот монет, пожалуйста. Кто чего хочет здесь. У всех есть возможность зарабатывать деньги в том объеме и в том направлении, которое ему ближе всего. Об этом во всем в следующей неделе в подробностях будем говорить. Сейчас работа практически закончена. Мы начинаем работать активно, мы начинаем приглашать. Очень много будет материалов на русском языке. Потому что мы стараемся сейчас переводить, я уже сказала на какой базе, на университетской базе. Стараемся переводить адекватно профессионалами весь материал, который идет на английском, испанском, португальском, немецком, итальянском и на арабских языках. Это все уже идет. Русский язык в бэк-офисе. Было принято решение, что они, видимо, дадут, софт-вис дадут перевести. Опять же, профессионалам, потому что очень большой, очень большой бэк-офис, громадный. КОМИН СОООН КОМИН СОООН КОМИН СОООН КОМИН СОООН